Конечно, этой игрой можно было распорядиться гораздо лучше. В первом тайме у нас было численное превосходство, у нас было на одного игрока больше. И нам надо было играть больше вперед. Как только мы играли вперед, шли вперед большими силами, каждый раз команда соперника, у них были проблемы. Конечно, однозначно нельзя сказать, что игра была уж совсем плохая. Конечно, мы взяли очко, это хорошо, но, конечно, мы хотели взять три очка. Это однозначно. Чуть подробнее про забитый гол, как ты это видел со своей стороны, как сыграл в этом эпизоде? Увидел перед собой свободное пространство, сразу же ворвался в это пространство. У Антона был мяч, он сразу же посмотрел вперед. Потом мяч оказался в штрафной, здесь для игрока все идет очень быстро. Там практически молниеносно время. Одно касание, второе касание и забиваю гол в дальний угол. Именно это движение ты как-то отрабатываешь на тренировках? Как вообще ты тренируешь именно такие моменты? Я могу сказать, что с детского возраста я работаю над этим игровым действием, как мне удалось забить второй гол. Я могу сказать, что Тирья Энри – это мой кумир. После тренировок я отдельно отрабатываю свои действия в атаке. Мне сейчас очень сильно помогает главный тренер Йозеф Цинбау. Очень подробно и детально работаю над этим. Вратарь соперника, игроки защитника соперники могут знать, что я исполняю это техническое действие. Но пока мяч в сетке, значит, все хорошо. Я не знаю, что, но пока это выйдет, это выйдет. Субтитры создавал DimaTorzok